Если мы представим себе дистрибуцию вещей, круговорот вещей, производство, потребление, дарение, то сначала перед нами будет очень медленный круговорот, когда каждая вещь для своего изготовления присоединяла к себе мифологические смыслы, обряды. Без этого она могла рассматриваться только как чучело вещей. Это так называемый тотальный поэзис. Это еще не экономика. Потом скорость возрастает, и тотальный поэзис переходит в состояние экономии, о которой говорил Аристотель. По сути дела это уровень домашнего хозяйства, умение вести дом, где вещи нам чем-то дорогие, у них еще есть биографическое измерение. И наконец вещь теряет все это. Товарная форма – это сумма потерь. Это как бы некоторая облегченность вещи, которая начинает вращаться с достаточно большой скоростью, и эта скорость и есть критерий экономики. То есть экономика начинается с определенного момента скорости. И как только эта скорость достигнута, мы входим в товарное производство, в буржуазную эпоху, в новое время. Но в дальнейшем она же, собственно говоря, и продолжает нарастать. И вот современное экономическое развитие говорит нам о том, что эта нарастающая скорость постоянно сокращает количество необходимого рабочего времени. Вещи производятся все быстрее и быстрее. Они сами становятся одноразовыми. Они должны быть вовремя уничтожены. В них закладывается внутренний механизм самоуничтожения или мгновенного морального устаревания. Что правильно, потому что любой сбой означает нарушение метаболизма. Так сказать, аналогию запора для экономики. В связи с этим постепенно все это изымаются всевозможные замедлители. Например, склады на каком-то этапе становятся почти не нужны, потому что зачем склад, если все можно произвести очень быстро, был бы запрос. И вот этот фетиш скорости, соответственно, возрастает. И он по-прежнему измеряет производительность труда, эффективность. Но постепенно мы начинаем понимать, что дело не в этом. А дело в том, что девать с тем образующимся свободным временем, которое не может быть использовано для этого производства. И вот эта проблема утилизации времени, она, в конечном счете, рано или поздно встанет на повестку дня и уже на нее встает. То есть это некоторое сорное время персонала, которого нужно чем-то занять, помимо, собственно, участия в скоростном поэзисе, в этой скоростной гонке. Отсюда мы начинаем понимать, что, вообще говоря, странная непрофильная деятельность крупных корпораций, а именно всевозможные вечеринки для персонала, всякие курсы обучения, всякие социальные программы, это не что иное, как необходимость избавить людей от их ненужности, то есть показать, что они хоть для чего-то нужны. Это способ утилизации сорного некачественного времени, которого в само производство больше не годится. Поэтому, хотя мы еще продолжаем говорить о ускорении производительности труда, то есть о том пресловутом рабочем времени, но в действительности проблемой номер один становится использование этого бросового времени, с которым действительно нужно что-то делать. А это система замедлителей, это как бы система таких рзацев, которые должны заменить смысл жизни. Сейчас они выглядят очень варварски, пресловутые формы корпоративной культуры, но со временем фрагменты большой культуры могут быть изъяты и влечены в этот оборот, просто в силу того, что этого времени становится все больше и больше. В то время как, собственно, производственное время постепенно замыкается на аутопоэзис, то есть оно почти не требует участия человека. Постоянное ускорение экономики, это внимание к, скажем так, убийству времени, убийству фактора времени в экономике, естественно, наверное, наиболее универсальное представление о том, как экономика развивается не только на протяжении этого века, но и на протяжении всех веков своего существования. Поскольку концепт времени, пожалуй, появился в экономике еще до того, как появился концепт денег. А с появлением денег, либо вообще обмена как такового, либо понятие кредита, долга, концепт времени уже фактически был формализован. И в дальнейшем вся экономика действительно имела понятие времени скорее в знаменателе, нежели в числителе. И, соответственно, для увеличения любых своих параметров в это время нужно было искоренить, минимизировать, уйти от него. Для, опять же, наиболее быстрого развития, в том числе не только количественного, в том числе и качественного. Маркса у нас еще никто окончательно не отменял. И, конечно, этот переход количества свободного времени в качество экономики, но тоже, наверное, то, о чем следовало сказать бы. Что касается, скажем так, направления развития экономики в будущем, исходя из тех постулатов, тех предположений, которые автор высказал, об основных трендах развития экономики в прошлом и настоящем. Но, опять же, здесь есть достаточно очевидные вещи, как то увеличение производительности, появление новых услуг, продуктов, может быть, появление большего количества свободного времени и, в этом смысле, увеличение ценности времени для человека, относительно ценности времени при удовлетворении каких-то базовых необходимостей, базовых нужд. Это то, с чем мы имеем дело и сталкиваемся, скажем так, в странах золотого миллиарда, в Европе, США, можно сказать, что уже и в России. Но, тем не менее, не стоит забывать, что во многом это достигнуто не только благодаря совершенству экономических систем этих стран, а благодаря тому, что производственные центры все-таки у нас переносятся в страны, где базовые нужды не так хорошо удовлетворены. И, говоря, собственно, о быстром развитии экономики, не стоит забывать о том, что наша информационная революция, которая, можно сказать, совершилась, она сделала возможную ситуацию, когда производственный центр у нас переместился в страны с более низкими доходами населения, в страны, которые берут на себя этот груз, скажем так, воспроизводства, груз массового производства, груз штамповки, как бы это грубо не звучало, и, скажем так, креативное начало человеческое, но, тем не менее, находит в себе приложение во многом, что сейчас не принято считать, может быть, произведениями искусства, в силу того, что потом это становится массовым продуктом, но что, тем не менее, является творчеством. Скорость – это наше все, если мы хотим успеть. Вопрос только, куда успеть? Как мы знаем, Советская Россия дала примеры колоссального ускорения, когда в течение 3-4-5 лет были созданы целые базовые отрасли, такие, допустим, как моторостроение, автомобилестроение, химическая промышленность. Вы, наверное, помните, что из школьной программы о том, что в течение нескольких лет или там 5-7 обозводились целые города. Вопрос – а что стало из всего этого? Поэтому вопрос, на мой взгляд, лежит в другой плоскости. Появилось ли счастье от этого? И, беря современный, допустим, мир, который тоже, как вот рассказывал нам автор, постоянно подгоняется скоростью, вопрос не в этом. Вопрос, стало ли больше от этого счастливых людей. Это основной, главный, коренной вопрос. А сколько сделало замесов смена советских комсомольцев в бетонной клетке? 200, 400? Или сколько сделал микрочипов робот в Китайской Народной Республике? Это в конечном итоге не отвечает на главный вопрос. Прибавилось ли счастье на земле? Стал ли человек жить в гармонии с самим собой? То есть главный и основной момент, который упущен здесь, это, собственно, человек.